Привет! Вы на канале Magic Family, я Аня, и сегодня видео на очень острую тему. Все очень серьезно, и я хочу дать вам важные советы о том, что же делать нам всем в новой сложившейся ситуации. Поэтому, пожалуйста, посмотрите этот ролик очень внимательно и обязательно до конца. И я лично очень прошу вас, во имя безопасности наших питомцев, поделитесь этим роликом в соцсетях или отправьте другу. Ну и поставьте лайк за наши спасительные советы. Итак, ни для кого из вас уже не новость, что коронавирус добрался и до России. Вот прям сейчас напишите в комментариях, какая обстановка именно в вашем населенном пункте. Все спокойно вообще все такие чилят или что-то происходит? Потому что я знаю, в больших городах просто какая-то дикая паника, карантины, люди в масках в полутора метрах друг от друга, пустые полки. Кстати, про пустые полки. Я сейчас заказывала еду собакам, и мне в Платином, где я покупаю им корм, сказали, что люди просто как сумасшедшие скупают все заранее. Так что я решила тоже запастись и вам советую хотя бы немножко, ну вот совсем чуть-чуть. Не из-за паники какой-то, а на всякий случай. Хотя ребята говорят, что у них все нормально, поставки будут, все под контролем. Но мало ли что. Так что ссылочка есть в описании. И честно, я абсолютно согласна с мемами и примерами, что действительно от гриппа и других болезней умирает намного больше людей. И возможно ситуация преувеличена, паника нагнетается. И еще буквально на днях я сама собиралась в этом видео просто дать советы хозяевам. И даже в сегодняшнем скетче на канале питомцев, короче говоря, карантин глазами кошки и собак, мы призывали всех не впадать в стресс. Но вчерашняя ситуация, информация меня просто поразили, выбили из колеи. Из-за того, что вирус распространяется безумно быстро и агрессивно, и он слишком мало изучен, мы не знаем, что случится дальше. И вчера, вот сейчас, все обрело очень неожиданный поворот не только для нас с вами, а для самих ученых. 23 марта на официальном сайте РИА Новости появилась информация, что в Гонконге 18 марта две собаки, живущие в одном доме с хозяином, который заболел ковид-19 и находятся сейчас в больнице, тоже были помещены в карантин. У них были взяты мазки из пасти носа и попы, и у одной из собак оказался положительный результат именно на SARS-CoV-2. На тот вирус, с которым сейчас борется весь мир, у собаки. При этом у песиков нет никаких симптомов ни кашля, ни насморка. И Всемирная организация здравоохранения, тот самый ВОЗ, сообщили, что изучают этот случай. Но пока у них нет доказательства, что болезнь передалась от человека-хозяина к животному. Но все же в Гонконге теперь все домашние животные, где выявлены случаи заболевания у человека, будут помещены на карантин под наблюдение ветеринаров на 14 дней. И эти шокирующие новости, эта информация перевернули все мои планы на этот ролик. Ведь до этого момента везде говорилось, что домашние собаки и кошки не могут заразиться коронавирусом ни от человека, ни так, ни при каких обстоятельствах. А что же тогда случилось? Коронавирус очень быстро мутирует? Как он мог оказаться у собаки, заболевшего хозяина? Или он всегда был внутри нее, как у переносчика? Но тогда откуда? Сейчас, я думаю, ученые наконец-то вплотную и тщательно займутся исследованиями на эту тему. Ведь эта новость, она свежая. Но уже несколько недель назад везде говорили про 17-летнего померанского шпица из Гонконга, который якобы заразился от хозяина. За все время в карантине у собаки взяли 5 проб на коронавирус и две последние были отрицательными, как говорят источники. То есть собака в конце концов оказалась здорова. Но потом шпица вернули домой и после этого, 16 марта совсем недавно, он умер. То есть представьте, ему было 17 лет при средней продолжительности жизни померанских шпицов, 12-16 лет, он был как бы просто древним таким стариком. И возможно, он умер не в связи с этим, это просто совпадение, а на самом деле от возраста или же от двухнедельного стресса в карантине. Он же такой старенький. И вдруг все-таки, если у этих новых зараженных собак возьмут 5 раз анализы, в конце концов они тоже окажутся здоровыми, тогда возможно у собак вообще другие симптомы или же они работают переносчиками как предметы. То есть вирус зацепился на них, как на какой-нибудь поручень, побыл какое-то время и исчез. Именно поэтому анализы сначала показали наличие вируса, а позже его уже не обнаружили. Все эти вопросы остаются открытыми, пусть ими занимаются ученые, потому что нам с вами нужно в жизни как-то обезопаситься, об этом мы позже поговорим. Кстати, хозяйка этого шпица отказалась от вскрытия ее собаки. И с одной стороны, я понимаю, что она не хотела, чтобы ученые что-то делали с телом ее песика, может быть по религиозным соображениям, например. Но с другой стороны, в нынешней опасной ситуации, когда в мире творится просто какая-то катастрофа, мне кажется лично, что это довольно эгоистичный поступок. Ведь это была первая собака, у которой официально обнаружили ковид-19. И ученые могли исследовать ее тело, получить какую-то важную информацию, чтобы в будущем помочь другим животным. Но нет, не дам. Мое и пофиг, что там с вашими собачками и миром вообще будет. Ну вот правда, как бы вы поступили в этой ситуации? А сейчас давайте немножко заглянем в прошлое, и я объясню про привычный, да, именно привычный коронавирус у наших домашних животных. А потом мы разберемся, и я расскажу правила, и что делать в сложившейся вот этой вот ужасной ситуации, когда как таковых симптомов у животных нет. Для кого-то может быть удивительно, но если вы забьете в интернете коронавирус у кошки или собаки, вы наткнетесь на очень много статей, причем не современных, не новых, а очень древних и самых разных лет. Потому что эта проблема существует давно. Но коронавирусы это вообще семейство вирусов, которые чаще всего поражают именно животных. Или же живут в их организме, но не вызывают заболевания. И к сожалению, наши с вами домашние животные могут заразиться коронавирусом. Но раньше считалось, что не всеми его разновидностями. Про конкретно сегодняшний COVID-19, из-за которого сейчас всеобщая пандемия, ученые считали, что для домашних животных он не опасен. Не обвиняйте, пожалуйста, меня сейчас в занудстве. Просто я пытаюсь вам простыми словами объяснить то, с чем мы имеем дело, и чтобы вы имели представление. Так вот, виды коронавирусов, они бывают разные. И есть те, которыми наши питомцы болели, и собаки, и кошки, испокон веков, очень давно. И именно он, тот старый и изученный животный коронавирус для человека безопасен. То есть сейчас у нас с вами ходит бета-коронавирус, а те собачьи и кошачьи вирусы относятся к альфа-коронавирусам. Также эти разные альфа-коронавирусы, опасные, например, для собак, не угрожают кошкам, и наоборот, кошачьи альфа-коронавирусы не угрожают собакам. И поэтому очень важно делать все необходимые прививки вашим животным вовремя, чтобы в том числе уберечь их от этих альфа-коронавирусов, которые изучены и опасны для животных, но не для человека. Но из-за того, что вирусы очень умные, возможно, даже умнее, чем мы все с вами вместе взятые, и умеют подстраиваться и меняться под ситуацию, могли возникнуть те, которые передаются человеку. Как говорят про новый коронавирус, что изначально он был у летучих мышей и редкого зверька панголина, и, скорее всего, они всего лишь переносили его, а не болели им. Но каким-то образом люди им заразились. А теперь его еще и обнаружили у домашних собак. А это значит, что сейчас в опасности уже не только мы с вами, но и наши все домашние любимцы. И именно поэтому я все-таки решила сделать видео на эту тему и дать вам какие-то практические советы, как же нам всем с вами поступать, когда вирус так мало изучен, и мы не знаем, что он еще принесет. Так что давайте запомним вот эти вот важные правила. И будем вместе их соблюдать, пожалуйста, ради безопасности наших питомцев. Не выгуливайте собаку на специальных площадках. Если вы сейчас это делаете, перестаньте это делать. Это самое сердце всякой заразы. Старайтесь гулять в местах, где нет большого скопления людей и животных. Ни к сожалению, ни к счастью мы живем за городом, и нас подстерегают уже другие опасности. Это дикие животные, ежи, белки, всякие мыши и птицы, прилетевшие, вернувшиеся из теплых стран. Поэтому мои собаки также гуляют у нас на закрытой территории около дома, но только под моим присмотром. А вот с кисой Алисой более проблематично, потому что она кошка, привыкла гулять везде, где хочет, и в том числе ловить мышей. Поэтому сейчас ее ожидает карантин. Я не думаю, что когда она вернется сегодня со своей последней прогулки, ей это понравится, и она, скорее всего, будет орать, очень скандалить и истерить, но выбора нет. Почему еще мои собаки вроде на закрытой территории, но все равно гуляют под присмотром? Потому что второе правило, не давайте собаке нюхать и подбирать что-либо с земли. Никогда, но сейчас особенно. Если уж вы совсем, ну никак вот не умеете и не можете этому противостоять, то в интернет-магазинах продают такие тканевые наморднички. Да, тяжко, но поверьте, лучше так. Третье, это ни в коем случае не давайте, не разрешайте чужим людям гладить, лапать, касаться, трогать, общаться с вашим питомцем. Не надо сейчас этого делать. И уж тем более, чтобы ваш питомец общался с какими-то чужими животными. Очень и очень, 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 я специально это повторяю. Тщательно мойте лапы, живот, попу после прогулок антибактериальным мылом. В некоторых источниках еще советуют протирать лапы животных антисептиком, но тут будьте очень внимательны и аккуратны, потому что он сушит все-таки это спиртовой раствор и может даже вызывать аллергию. Обязательно, это просто должно стать вашей привычкой постоянной, мойте руки с мылом после прогулки и до того, как трогать собаку. И мойте руки с мылом до и после того, как вы погладили питомца. Неважно, хомяк это, собака, кошка, кто угодно. Обрабатывайте вещи ваших питомцев как только можете. Твердые предметы можно протирать, к примеру, рулетку антибактериальными салфетками. Тканевые игрушки или вещи, намордник, одежду, полотенца, поводки, ошейники лучше почаще стирать. Киса Алиса вернулась и еще не знает, что ее ждет карантин. В общем, нынешней ситуации я подозреваю, что на самом деле никакого антисептика не хватит. На всех и на все лапы мира и вещи, и тем более сейчас в магазинах и аптеках люди просто дико все раскупают, и, возможно, их уже даже нет. Я облазила весь интернет, чтобы вам рассказать, чем можно его заменить. И на удивление считается, что даже водка неэффективна, потому что в ней не то количество спирта, как в антисептиках, и поэтому она не особо помогает. Но также исследования говорят, что мыть руки мылом и водой в течение 30 секунд может помогать не хуже, а порой даже лучше, чем какой-либо антисептик, который вы нанесли просто на грязные и жирные руки. Не доказано даже, что он вообще действует в таком случае. Так что мыло и вода нам всем во всех вещах в помощь. Желательно антибактериальное. Пожалуйста, мойте все тщательно. 30 секунд, не пожалейте времени. Старайтесь не касаться своих лица или глаз и слизистых питомцев тоже. Я говорю тоже про глаза, нос и особенно рот и язык. Ни в коем случае не целуйтесь со своим питомцем. Я знаю, что иногда этого трудно избежать и трудно устоять, а многие и так этого не делают, но в любом случае сейчас вообще ни при каких обстоятельствах этого не делайте. Обязательно следите за чистотой миски и еды вашего животного. Насыпали корм, поел, убрали, не доел, убрали. Не оставляйте корм просто так лежать в миске. И желательно вообще обрабатывайте посуду у собак, кошек и кто там у вас еще живет. И, конечно, не забывайте чаще менять воду. Тщательно убирайтесь дома, пылесосьте шерсть, мойте полы, делайте влажную уборку, стирайте лежанки. Не знаю, видно ли вам, но вот эта вот пушистая милота моется. Всего-то, это же безобидно. Лижет свою лапу, которой она ходила везде, где только можно, языком. В общем, станьте, пожалуйста, прям супер-мега-чистюлями на это время, если вы даже по жизни не такой человек. И ни в коем случае никуда в поездке не берите своего питомца, не ездите с ним никуда. И уж тем более за границу, самолеты, перелеты, поезда. И вообще сами тоже вместе с ним посидите дома. Но если все-таки, ну вот вдруг, ну не знаю, что произошло, но ваше животное или животное вашего друга, неважно, все-таки контактировало с человеком, у которого был ранее обнаружен ковид-19, то оно в любом случае должно, точно так же, как и вы сами обязательно, не надо, как сейчас эти русские делают, убегать куда-то из карантина, сбегать и прятаться. Оно должно пройти двухнедельный карантин, чтобы убедились все, что оно здорово. Потому что этот вирус, еще раз повторюсь, мало изучен. И мы не знаем, что может произойти дальше, как, например, вот с этими собаками из Гонконга. Исключите любые контакты питомца и ваши с дикими животными. Я понимаю, что такое маловозможно, но вдруг у вас дома оказались змеи без прививок, летучие мыши. Или вы любите со своим животным гулять в парке, где бегают белки, или в лесу, где можно встретить ежа, который, если не коронавирусом, так может заразить вас и всю вашу семью бешенством. И это маловероятно в нашей стране, но все же не стоит есть мясо диких зверей. Потому что до сих пор есть версия, что сегодняшний коронавирус случился из-за того, что китайцы очень часто едят мясо именно диких животных. Я сама лично, когда мы жили в Азии, видела, как они готовят суп, например, из каких-то жаб. И даже купила это и попыталась попробовать, но у меня ничего не получилось. И вообще, я бы не стала сейчас кормить никого чистым мясом, костями там. Лучше переведите питомца на корм. Предпоследнее и самое важное правило. Ни в коем случае не паниковать! Потому что из-за стресса снижается наш с вами иммунитет, а значит, возможность заразиться сильно растет. Тем более, как шутят в интернете, впервые в мировой истории у нас появился шанс спасти человечество. Тупо лежа на диване, никуда не ездя, ни с кем не общаясь, ничего не делая. Ну, а если у вас, как и у меня, есть животные, последний совет. Сейчас самое время заняться чем-нибудь вместе. Наконец-то научить чему-нибудь своего пушистика. Увлечься дрессировкой или просто совместными играми. Может быть, самоделки какие-то поделать. Соблюдайте все эти правила. Выдохните, расслабьтесь и почаще отвлекайтесь на что-нибудь хорошее. Поделитесь, пожалуйста, этим роликом. Поставьте ему лайк. Здоровья! Всем нам, нашей большой мэджик-семье. Ссылочки на новые видео на других каналах в описании. Скоро увидимся.